Один исходный стек, из которого мы выбираем элементы, а второй это стек, в который мы складываем элементы. Вот это как раз реализация вот такого принципа переворачивания списка. То есть у меня есть исходный список некоторый, который я разбираю на части, и, соответственно, образец здесь, в образце указаны части этого списка, голова и хвост. А второй аргумент – это накапливающий аргумент, в который элементы накапливаются. Я беру голову первого списка и добавляю ее в рекурсивном вызове во второй список, тем самым список переворачивается. Когда я дойду до конца, когда первый список опустошится, то в накапливающем аргументе накопится как раз перевернутый список. Ну, сейчас давайте еще несколько функций обработки списков, потом сделаем перерыв, потому что я устал, и, наверное, и вы уже тоже устали. Что-что? Да. У вас какой-то вопрос по этому слайду? А, чтобы он висел. Хорошо, но, может быть, вот следующий слайд, он будет, может быть, еще более интересный. Сейчас посмотрим. Все встроенные, все стандартные, их описывать не надо самому. Все функции, которые на следующем слайде, вот на этом тоже все стандартные. Функция суммирования, которая суммирует элементы списка, я, собственно говоря, про нее уже говорил. Да. Ну, означает, что... Ой, это я чего-то слишком много уже... Ну, означает, что вот здесь вот эта переменная типа как бы связана. То есть она должна принадлежать классу num. То есть вот этот тип А должен быть числовым. Это целые, вещественные, рациональные, там, все. Вот num – это не тип, это класс типов. Другие классы есть, да. Мы потом, когда про классы будем говорить, я еще расскажу. Они нам пока не очень понадобятся. Есть EQ – это класс тех типов, которые... Значения которых можно сравнивать на равенство и неравенство. EQ называется класс. Есть класс ORD – упорядоченные типы. Те, над которыми можно совершать операции меньше, больше, операции сравнения. Ну... Как интерфейс в джаве. Да, да, совершенно верно. Класс FHASCAL – это как интерфейс в джаве. Ну, или почти, как интерфейс в джаве. Функция TAKE, которая позволяет взять определенное количество первых элементов списка. Взять пять первых элементов заданного списка. Если список уже пустой, то, как мы видим, независимо от аргумента, функция все равно выдает пустой список. Это означает, что фактически, если вы хотите взять десять элементов из списка, в котором только пять элементов, то вы возьмете первые пять элементов. То есть, попросту говоря, весь этот список. Это не ошибка. И вот это определение говорит о том, что на самом деле не ошибка пытаться брать из списка элементов больше, чем там есть. Ну, дальше там, вроде бы, достаточно все очевидно. Функция MAXIMUM вычисляет максимальное значение из элементов списка. Вот здесь как раз используется еще один класс в описании, класс ORD, который означает, что мы можем взять максимум только из таких элементов, которые упорядочиваемые. О, я, по-моему, правильно это слово произнес. Упорядочиваемые. Да. Вот тогда можно найти максимальный элемент. Если список пустой, то в нем максимального элемента нет, и применять к нему функцию MAXIMUM ошибочно. Стандартная функция MAX, ну, я про нее ничего не говорил, но она, очевидно, просто выбирает максимум из двух значений. Да, разумеется. Вот любопытная функция ZIP. Она позволяет из двух списков составить список из пар. Вот основное уравнение, вот это третье, работает следующим образом. Если есть два списка, то из них выбираются первые элементы. Эти первые элементы образуют пару, а затем точно так же соединяются хвосты. В результате образуется список из пар. При этом, если один из списков кончается, то на этом и работа функций заканчивается. Не ошибка, если списки имеют разную длину. Просто список получается, результирующий список получается более коротким. Ну, длины, соответствующие более короткому аргументу. Хвост более длинного просто отбрасывается. На самом деле, есть еще функция ZIP3, которая из трех списков собирает список из троек. Функции ZIP4 стандартной уже нет. ZIP5 тоже нет. Есть вот ZIP и ZIP3. Если вам нужно ZIP4, опишите сами. Ну, соответственно, наоборот, функция ANZIP. Почти что обратная функция по отношению к ZIP. То есть она делает противоположную вещь. Если у нас есть список из пар, то она получает два списка отдельных. Ну, она не совсем обратная в том смысле, что функция ZIP имеет два аргумента, а функция ANZIP возвращает один результат, и этот результат является парой из двух списков. Так что вот список из пар превращается в пару списков. Конечно. В кортежах нет. Элемент из кортежа выбрать по номеру нельзя. Не существует функции, которая выбирает по номеру элемент из кортежа. Есть две функции FST и SND, которые выдают первый и второй элементы кортежа. То есть вот если вам нужен первый элемент кортежа, пожалуйста, есть функция FST. Ну, от слова FST. А третий вот, да, уже пишите сами. Да. FST и SND работают, да, на кортежах из двух элементов. То есть тип функции FST, это из кортежа из двух значений, выдается значение типа первого элемента кортежа. Нет функции, которые превращают кортежи в список и списки в кортежи, нет. Кортежи вообще это не очень удобная вещь для программирования, надо сказать. Вот там, где вам нужно что-то выбирать по номеру, используйте списки. Да? А вот функции FST, если у нас да, это не будет ошибкой. Да, это не будет ошибкой. Вот там, на самом деле написано, да, что когда мы пытаемся взять произвольный элемент из пустого списка, мы просто получаем пустой список. И это означает, что если мы дошли до конца, список кончился, а мы еще что-то хотим, ну просто мы обрываем на этом месте операцию и все. Более того, даже если N меньше или равно нулю, если мы хотим взять минус пять элементов из списка, то это тоже не ошибка. Мы тоже получаем просто пустой список в качестве результата. А в функции ANZIP там только один список. Ну да, у него есть кортеж? Это список из кортежей. В функции ANZIP это список из кортежей. Кортежи не могут, один из них, вот один элемент кончится, а другой нет. Уж кортеж, если он есть, то у него два элемента есть. Поэтому я не очень понимаю, что... Нан есть, то есть число такое вещественное, как ноты намбер, есть. И оно там в арифметических операциях получается, там все по стандарту делается. Но это, но это обычное число, это число, которое... Это обычное число, которое не число, но это номер. ANZIP-3 тоже есть. Да, ну вот, все. Как вам оставить вот этот слайд, или выйти на предыдущий? Этот интереснее. Давайте проголосуем за то, какой слайд оставить на перерыв. Кто за то, чтобы оставить этот слайд? Так, а кто за то, чтобы оставить предыдущий слайд? Слушайте, примерно одинаковое количество. Я не знаю, тогда я не буду лучше щелкать, оставлю вот этот. Определение новых типов данных. Стандартных типов данных в Haskell не так уж много. Только списки и вот элементарные типы. Больше ничего нету. Можно определять свои собственные нестандартные типы данных. Ну, сначала немножко о другом, об определении синонимов. Это новые идентификаторы для уже существующих типов данных. Ну, например, можно определить синоним string для типа данных список из care. На самом деле, этот синоним тоже уже определен стандартно в библиотеке. Вы можете его использовать. Слово string можно использовать и не переопределяя его. Более того, переопределять и нельзя. Никакие стандартные идентификаторы переопределять нельзя. Это, может быть, даже иногда немножко неудобно. И свои тоже нельзя. Только если они в разных модулях. В разных модулях, пожалуйста. А в одном и том же модуле нет. Переопределять ничего нельзя. Вот. Ну, можно задавать синонимы для любых сложных типов, ну, чтобы просто не писать какие-то длинные выражения над типами. Например, вот здесь я определил тип коорд, который есть кортеж из двух вещественных. Я теперь могу везде писать либо кортеж из дабл, запятая дабл, либо просто коорд. Это вещи совершенно одинаковые, это действительно синонимы. Синоним можно параметризовать. Вот в третьей строчке я написал такой синоним с параметром, где параметром служит вот такая переменная типа. И тип pair из A это кортеж из двух любых элементов одного и того же типа A. В частности, например, я могу определить теперь тип комплекс, используя вот этот определенный тип pair. сказать, что комплексное число это просто пара вещественных. Здесь в правой части используется фактический параметр тип. Здесь вот дабл используется как фактический параметр для формального параметра A. Это определение синонимов. Разумеется, в определениях функций везде можно в качестве типов использовать вот эти синонимы совершенно свободно. Например, если определены вот эти все синонимы, то я могу описать, ну вот, скажем, функцию find, которая пытается найти в списке элемент и выдать его индекс. вот здесь в заголовке этой функции я использовал тип string. String это список символов, поэтому в самих уравнениях я использую обычные операции над списками. в первом уравнении я говорю, что в пустом списке символа, какого бы он ни был, точно нету, и выдаю в качестве результата минус единицу. Во втором и третьем уравнениях, ну, во втором уравнении с двумя сторожами, я говорю, что если список не пустой, и у него первый же элемент это тот, который мы ищем, то я выдаю в качестве результата ноль, а если нет, то я продолжаю поиск в хвосте и добавляю единицу. Да. Если он пятый, то функция будет работать правильно, но вот если его там нету, то вот эта функция будет работать неправильно. Да, молодцы, конечно, вы заметили, эта функция работает неправильно. Фактически, если элементов в списке нет, задумана она так, чтобы она возвращала при этом минус единицу, а реализована неправильно. Она будет возвращать длину этой строки минус единицу в результате. Дело в том, что я сначала эту функцию написал вот так, потом понял, что я ошибся, а потом решил, а я оставлю, потому что исправлять не хочется. Это тоже некая функция, которая, правда, работает непонятно как, но то, что я хотел проиллюстрировать, она иллюстрирует. А если вы хотите написать правильную функцию, это предоставляется в качестве несложного упражнения слушателям. Но то, что вы заметили, это хорошо. да, совершенно верно. Это вот несколько моих следующих слов посвящены именно этому. Вот куоррд и комплекс на самом деле здесь это один и тот же тип, это пара из дабл. И это на самом деле плохо, потому что это означает, что если мы пишем функцию для работы с комплексными числами, то мы вполне можем туда передавать координаты точек на плоскости. Вот мы написали функцию distance, которая предназначена для того, чтобы определять расстояние между двумя точками на плоскости. Она получает две координаты, две точки, две пары координат двух точек и возвращает вещественное число расстояние между ними. Ну, по обычной формуле корень квадратный и сумма квадратов разности. Возведение в степень встроенное есть. Я здесь использовал просто умножение вместо возведения в степень. Ну, я не знаю, почему, потому что я так привык, меня потому что в детстве научили, что если вы хотите возвести в квадрат, то дешевле написать умножение. Но, может быть, здесь я и не прав. Функции возведения в степень есть, более того, их даже есть несколько. Одна из функций возведения в степень обозначается крышечкой, это возведение, по-моему, в целую степень. А есть еще возведение в степень, которое обозначается двумя звездочками, это, по-моему, возведение в любую степень, которое реализовано через экспоненту и логарифм. есть еще операция возведения в степень, которая обозначается двумя крышечками, но я уже не помню, что она означает, для чего она нужна. А вот функция, которая предназначена для сложения двух комплексных чисел. Она тоже получает два комплексных числа, но каждая из этих комплексных чисел это тоже просто пара вещественных, точно так же, как координата. И в уравнении я работаю с парами этих вещественных чисел. Ну, по правилам для комплексных. Ну, вот получается, что, поскольку типы совершенно одинаковые, что координат, что комплекс, то я могу перепутать и функцию комплекс-эд передать координату, а функцию вычисления расстояния передать какое-нибудь комплексное число. Вот еще одна функция. Функция Swap, которая в паре переставляет элементы местами. У нее в качестве аргумента пара из чего угодно. Это полиморфная функция, потому что ее тип не определен однозначно. Это вот такой вот тип, у которого есть параметр. Я использовал синоним Pair, и я его определял как тип с параметром, и определяя функцию, я тоже использую тип вот такой параметризованный. Такая функция Swap работает с любой парой, то есть парой из чего угодно. Ну и понятно, что действительно переставить значение в паре в этом кортеже можно независимо от того, какого типа эти элементы. Лишь бы они были одного и того же типа, иначе мы получим кортеж другого типа. Так что тут существенно, что оба эти элемента кортежа имеют один и тот же тип. Это пара именно из элементов одного и того же типа. Да, пожалуйста, это только вот не Pair, можно написать действительно Swap, который превращает кортеж из A, B в кортеж из B, A. Пожалуйста, да. Да, у вас вопрос? Что-что? Списка? Параметризовать что? В смысле написать, что у вас в качестве параметра синонима является список. Нет, вот так вот синтаксически написать так нельзя. То есть фактически вы, конечно, можете передать список, но сказать, что вот это, что параметром должен быть список, таким образом, нет, это невозможно. Ну вот, а собственно, новые типы данных, которых не было раньше, не просто синонимы, а именно новые типы данных, можно определять с помощью слова Data. Data. Чтобы определить новый тип данных, нужно определить конструкторы этого типа. Вот теперь мы, наконец, поподробнее поговорим, что же такое конструктор. Вот конструктор – это способ образования значений какого-то определенного типа. В данном случае, если я определяю новый тип данных weekday, кстати, все новые имена типов обязательно должны начинаться с большой буквы. Синонимы это или новые действительно типы данных, они все должны начинаться с большой буквы, их имена. Вот, если я хочу определить новый тип данных weekday, я должен определить по крайней мере один конструктор, с помощью которых, с помощью которого, или с помощью которых, я могу создавать новые значения этого типа. Вот, в простейшем случае, я просто перечисляю имена этих конструкторов. Вот здесь weekday – это тип данных, который определен с помощью семи конструкторов. Это тоже новые идентификаторы, они все записываются с большой буквы. Каждый из этих конструкторов создает новые значения типа weekday. Это совершенно аналогично тому, как в стандартной библиотеке определен стандартно логический тип bull. Это тип, у которого есть два конструктора false и true. Конструктор false создает значение ложь, конструктор true создает значение истина. Именно поэтому эти слова пишутся с большой буквы. Любые конструкторы, если это идентификаторы, должны записываться с большой буквы. это очень простой случай, когда конструктор на самом деле создает, ну, грубо говоря, сам себя. Вот, конструктор sun создает значение sun, то есть, вот, само вот это воскресенье, больше ничего. но уже даже вот типы с такими простыми конструкторами можно, разумеется, использовать в функциях. Вот, например, функция, которая проверяет, является ли день днем уикенда, ну, выходным, там, суббота или воскресенье. Это функция, у которой есть три уравнения и в качестве образца я записываю конструктор. Здесь этот конструктор выступает в качестве константы. Вообще, любая константа на самом деле это тоже конструктор в каком-то смысле. Если я записал число 25, то это конструктор, который сконструировал значение 25. Поэтому в качестве образцов можно использовать любые конструкторы, в том числе константы, скажем так. вот здесь если аргументом будет значение сопоставимое с конструктором сан, то есть по существу будет являться вот этой константой сан, то функция выдаст true. То же самое для значения сад. Для всех остальных выдается false. Что они означают совершенно не важно. если вы хотите спросить что под ними внутри, то под ними внутри конечно целые числа. Сан это ноль, ман это единица, тью это двойка и так далее. Да, да, примерно как вот перечисление. На самом деле все конструкторы нумеруются всегда. Каждый конструктор имеет свой номер. и к значениям такого типа применимы функции from enum, которая берет и из любого перечисления выдает номер на самом деле этого конструктора. Вот. А больше они ничего не означают. И вот в прямую они просто обозначают сами себя. Да, разумеется. Bull это все-таки специальный тип данных. Значения типа bull используются еще и в условных. В условных конечно никакие воскресенья и понедельника использовать нельзя. Это исключительно прерогатива только типа bull. То есть он конечно вроде бы описывается вот так же но он все-таки особый тип специальный. Мы сами вообще не можем переопределять никакие стандартные идентификаторы. Мы не можем сами определить тип bull новый. Мы не можем описать функцию max потому что она уже есть стандартная такая функция. Мы не можем описать свою функцию length. Возможно это неудобно. Вопрос состоит в том можем ли мы в число конструкторов включать еще и идентификаторы типов например стандартных. Нет не можем. Конструкторы это конструкторы типа это типы. Это разные вещи. Любой тип определяется с помощью конструкторов. Мы говорим что тип задан если заданы его конструкторы. Сказать что в качестве конструктора выступает какой-нибудь другой тип скажем double нет мы не можем. Да. Нет это не валидный конструктор. Более того конструкторы тоже должны быть уникальные все. Мы не можем определить weekday как вот эта семерка дней и какой-нибудь другой тип данных например weekend day который содержит два конструктора суббота и воскресенье с теми же самыми идентификаторами. Идентификаторы пересекутся компилятор не узнает к какому типу относится это значение. компилятор должен всегда знать какого типа это значение. Поэтому вот эти конструкторы тоже всегда должны быть различными. Перегрузки функций тоже не существует. Существуют полиморфные функции. То есть функции у которых типы неопределенные. А перегрузки нет. и функцию с произвольным числом параметров мы тоже не можем написать. Мы можем написать функцию которая параметром является список. Haskell это не C++ это не Java это не Python это очень простой язык на самом деле с базовыми конструкциями. это не коммерческий язык. В нем нельзя написать все что вам хочется как это делается в многих других языках. Но в нем можно написать такие интересные вещи которые нельзя написать на C++ и на Python тоже. Мы потом постепенно будем в это углубляться. Пока что до сих пор мы идем по такому сценарию. Мы изучаем те средства языка которые по существу есть в любых других языках. И это на самом деле не очень интересно потому что начинает казаться что это язык бедный. На самом деле это не так. В той части где используются вот такие привычные нам средства он может быть беднее чем C++ или Python но он не для этого предназначен. А для чего он предназначен ну вот на следующей лекции мы немножко будем более интересные вещи рассматривать и более интересные вещи писать. Немножко потерпите. Более интересный случай когда конструкторы которые мы определяем сами имеют аргументы или параметры конструкторы с параметрами тогда получается параметризованный тип например я сейчас переопределю те типы которые я определял на предыдущем слайде когда говорил про синонимы коорд и пэр в первом случае я теперь написал дейта коорд а не тайп коорд и коорд это теперь не пара из двух вещественных а это новый тип с единственным конструктором поинт и у этого конструктора есть два параметра два аргумента типа дабл теперь значение типа коорд создается если мы применим конструктор поинт к паре вещественных чисел новое созданное значение не будет кортежем из двух вещественных новое значение созданное с помощью конструктора поинт будет значением типа коорд и больше ничем у него есть признак оно создано конструктором поинт конструкторы просто соединяют значение в некое единое целое это похоже на кортеж но это все-таки не кортеж это поинт что-то там можем сейчас об этом скажу вторая строчка здесь мы определили новый тип данных пар тоже с помощью одного единственного конструктора couple но здесь этот тип параметризованный и конструктор тоже с двумя параметрами здесь я использую переменную типа pair из чего-нибудь создается с помощью конструктора couple которому переданы два значения одного и того же но любого типа ну понятно как это можно использовать вот функция очень похожая на ту функцию distance которую я писал на предыдущем слайде но здесь уже chord означает совсем не то что раньше это уже не кортеж а это значение созданное с помощью конструктора point мы похожим образом пишем только здесь уже используются не кортеж из x1 запятая y1 а значение созданное конструктором point в качестве образца я еще раз напомню можно использовать вот что-то созданное с помощью с помощью конструктора здесь с помощью конструктора point и вот мы берем две точки созданные с помощью конструктора point потому что это единственный конструктор с помощью которого можно создать значение типа chord ну и точно так же начинаем работать с его аргументами вычисляя корень квадратный сону квадратов разности координат конструктор это не совсем функция но использовать конструктор в качестве функции мы тоже можем а да я понял о чем вы да слово конструктор действительно здесь используется совершенно на другом смысле здесь вот конструкторов хаскел никогда свои аргументы никак не меняет ничего с ними не делает любой конструктор если он с параметрами он просто берет эти значения и собирает в некое единое целое все у него вот единственный смысл состоит всегда в этом то есть это не конструктор в смысле c++ java или там еще чего нибудь это не конструктор который создает новый объект выполняя какие-то манипуляции с этими объектами со своими параметрами он просто собирает параметр в некое единое значение зато любое такое значение всегда можно разобрать на части потому что собранное значение из x1 и y1 всегда можно разобрать на x1 и y1 и это используется в образцах значение созданное конструктором всегда можно использовать в образцах и разобрать его на составные части из которых этот конструктор что-то там собрал до определение синонима корт было очень похоже я специально так и сделал на определение вот этого нового типа данных единственное только что у синонима использовался стандартный конструктор который уже был вот это картежирование картежирование то что же конструктор а здесь я ввожу новый конструктор и в этом принципиальное отличие потому что тип корт отличается от всех других типов и если я теперь задам тип комплекс то я вынужден буду создать какой-то другой конструктор для создания значений типа комплекс и комплекс корт вы уже не перепутаете никогда а когда мы просто определяли синонимы с помощью слова type мы просто давали новое имя с используя старые конструкторы вот как например картежирование картежирование тоже конструктор если мы определили тип данных корт вот так как мы здесь определили то в эту функцию distance мы должны передать только точки созданные с помощью конструктором point а мы не можем передать просто картежи потому что это другой тип перегрузки перегрузки операции нету есть немножко другой механизм вот связанный с классами то есть мы можем определить интерфейс и в этом интерфейсе или вот по хаскаловски говоря в этом классе мы можем определить некий набор операций и потом эти операции определять для разных типов данных вот это мы можем сделать мы можем придумать свой оператор да мы можем перед да и потом его переопределять как угодно если мы если мы определим соответствующий интерфейс но об этом когда вот мы будем говорить о классах мы еще вот об этом поговорим ну вот здесь еще раз функция свопах которая переставляет два значения но здесь уже тоже используется новый тип данных пр они просто кортеж из двух значений произвольного типа и поэтому опять аргументом может быть только то что создано с помощью конструктором couple в правой части этот конструктор используется для конструирования нового значения в левой части вот этот идентификатор couple используется внутри образца чтобы показать что реально передаваемый аргумент должен быть сопоставим с этим образцом и при сопоставлении с образцом он разбивается на те части из которых он состоял и и x и y получают значение вот этих частей а потом мы из этих частей собираем новое значение опять же с помощью конструктора couple в левой части это образец в правой части конструктор используется как функция для создания нового значения да можно использовать на самом деле имена типов в качестве конструкторов потому что компилятор всегда разберется где тип а где конструктор конструктор всегда находится там где либо образец либо либо конструируемое значение тип всегда находится там где нужен тип например в определении новых типов поэтому если мы определили тип корт с конструктором корт то функции мы тоже будем использовать одно и то же слово корт но при этом в определении типа функции это слово корт будет обозначать тип корт а в этом уравнении в образцах будет использоваться конструктор корт и конечно же компилятор поймет где что потому что в образцах могут быть только конструкторы а в типах могут быть только типы иногда это удобно вот когда конструктор один в качестве конструктора использовать имя другого типа которым не назван никакой другой конструктор не знаю попробуйте как-то никогда не приходило в голову конструктор дабл написать на самом деле по-настоящему сложные типы данных получаются когда конструкторов несколько и хотя бы часть из них параметризованная например давайте заново определим списки не стандартные списки а свои списки ну хотя бы списки из целых я хочу определить список из длинных целых новый тип данных назову его инт лист и задан два конструктора 1 конструктор для создания пустого списка назовем его нил и другой конструктор для создания не пустого списка с помощью этого конструктора я буду соединять одно значение существующим списком поэтому у этого 2 конструктора конц два аргумента один аргумент целое число новая голова второй аргумент это список которому я эту голову присоединяю разумеется я действую по стандарту то есть так как это делается со стандартными списками там тоже есть два конструктора из все списки создаются всегда с помощью одного из этих двух конструкторов либо создается пустой список либо не пустой я могу поступить точно так же я могу с так определенным типом писать примерно такие же функции как я писал вот по обработке стандартных списков например по суммированию элементов вот я определяю новую функцию сам лист который получает в качестве параметра мой список из целых и возвращает целое число сумму элементов если у меня в качестве параметра пустой список то возвращается 0 если у меня не пустой список а список созданный с помощью конструктора конс то я беру первый элемент этого списка и добавляю к нему сумму элементов хвоста значит любой не пустой список всегда разбирается на две части голову и хвост и вот по образце так у меня не написано это список составленные из головы ей хвоста и лс разобрав я могу их по отдельности использовать взять голову взять хвост к хвосту применить функцию ну и так далее разумеется это определение фактически очень похоже на то что делается в стандартном списке я могу сделать это еще более похожим если например конструктор конс заменю на некий значок ну вот например такой двоеточие плюс двоеточие я могу определять бинарные операции и могу определять бинарные конструкторы с помощью разных значков но также как операции от конструкторов обычные отличаются тем что функции и операции должно начинаться с маленькой буквы а конструкторы должны начинаться с большой буквы также если я использую значки то конструкторы должны начинаться со значка двоеточие символа двоеточие а все бинарные операции которые функции они конструкторы не могут начинаться символа двоеточие поэтому здесь вот я использовал такой значок составлен из трех символов двоеточие плюс двоеточие и использовал его в качестве бинарного конструктора конструктора у которого операнды расположены слева и справа такой вот конструктор записываемый в инфиксной форме соответственно когда я определяю функцию то я буду должен и в ней использовать этот конструктор в инфиксной форме ну либо заключить его в скобке тогда могу использовать в префиксной форме это чуть больше похоже на стандартные списки еще одно отличие которое здесь от предыдущего списка состоит в том что здесь списке не обязательно из целых из чего угодно посмотрите здесь у меня тип данных параметризован это список из чего угодно и соответственно я значение этого типа присоединяю к списку из значений того же самого типа теперь у меня тип данных лист параметризован ну и соответственно конструкторы тоже с параметрами по крайней мере один функцию я тоже могу немножко обобщить вот этот вариант функции давайте я покажу предыдущий предыдущий был такой у меня лист из интеджер в качестве аргумента я выдаю интеджер в качестве результата новый вариант лист из чего угодно в качестве аргумента и тип элементов списка в качестве результата разумеется складывать я могу только числовые значения поэтому написано ограничение на эту функцию а должно принадлежать классу ну ну про класса мы чуть позже поговорим еще раз но это означает что вот если а принадлежит классу ну то значит можно над ним над значениями этого типа выполнять любые арифметические операции в том числе сложение таким образом у меня получился такой вот полиморфный тип данных и полиморфная функция это уже совсем близко к стандартному списку чтобы создать список то конечно можно понять потому что первый элемент есть и список значит например чтобы создать список с помощью моего конструктора я пишу точно так же как со стандартным конструктором только использую нестандартный 1 мой нестандартный конструктор 2 мой нестандартный конструктор 3 мой нестандартный конструктор нил нил это тоже конструктор который создает значение типа лист а что оно означает это я семантику вкладываю сам в это я вкладываю сюда семантику это пустой список Это значение, создаваемое конструктором НИЛ. Мы уже написали конструктор НИЛ, когда определяли тип данных лист. У нас используется в определении этого типа данных два разных конструктора. С помощью любого из них я могу создавать значение типа лист. С помощью конструктора НИЛ без параметров я создаю некое значение, одно и то же значение, значение НИЛ, типа лист от А. Ну, семантически для меня это означает пустой список. Единственная разница, здесь я не написал, что вот эта моя операция правоассоциативная, поэтому по умолчанию она левоассоциативная. Поэтому мне, к сожалению, здесь придется поставить еще скобочки, иначе компилятор начнет считать, что это мы к единице присоединяем двойку, что неверно, потому что двойка это не список, не значение типа лист. Что-что? Вот если мы на другую используем недавнюю операцию, как это делать? Ой, там надо указать ее приоритет и ее ассоциативность. Я сейчас наизусть не помню, как-то там это пишется. Как-то там это пишется. В общем, надо отдельно эту операцию описать или конструктор с каким-то специальным словом, я сейчас не помню, каким именно, и определить, что он правоассоциативный. Стандартное определение списков, если бы мы его определяли, могло бы выглядеть примерно вот таким образом. Ну, к сожалению, этот синтаксис вот прямо так я использовать не могу. Все-таки синтаксис списков в Haskell – это специальный синтаксис. Но логически это вот такое определение. То есть я определяю тип данных, список из любого А, как тип данных с двумя конструкторами. Один конструктор – это пустой список, и это конструктор две скобки. Другой конструктор – это конструктор двоеточия. Ну, кстати, конструктор двоеточия синтаксически законный конструктор, потому что это значок, который начинается с символа двоеточия. А вот конструктор для пустого списка использует специальный синтаксис. Вот такой конструктор я сам ввести не могу. Ну, и тогда и функция сам лист, естественно, превращается в совершенно стандартную функцию суммирования списков, которые мы уже один раз писали. Просто вот на месте моих конструкторов здесь появляются стандартные конструкторы, и все получается совершенно стандартным образом. То есть, логически, вот такие типы данных, как списки, мы можем описывать сами. Ну, только синтаксис мы должны ввести свой. Но логически, вот этот тип вполне укладывается в определение типов так, как это делается в Haskell. Слушайте, если мы можем сделать список, у которого будут проводиться быстрая операция с хвостом, если мы только соответствующим образом организуем его. Мы можем организовать какой-нибудь двунаправленный список там. Ради бога, вы можете описывать любые свои типы. Они, возможно, будут похожи на стандартные, возможно, не похожи на стандартные, более эффективные, менее эффективные. Здесь я другое хочу сказать, что стандартное определение типа списка на самом деле не выходит за рамки языка Haskell. Его можно определить, на самом деле, пользуясь средством языка Haskell, ну, лишь с небольшими синтаксическими вольностями. Давайте чуть более сложные операции со списками и потом постепенно с другими определенными нами сложными типами данных сделаем. Ну, вот до сих пор просто со списками у нас как-то было совсем что-то простое. А все-таки в качестве домашнего задания я вам дам задачи, которые надо будет написать со списками. Это будут чуть более сложные вещи, чем то, что мы писали тут вот на слайдах. Поэтому давайте все-таки еще что-нибудь такое напишем. Например, сортировку списка. Сортировку сделаем самым простым из известных мне способов. Это сортировка простыми вставками. Когда мы имеем некоторую уже отсортированную часть списка и новый элемент вставляем на свое место. Для этого мы организуем функцию insert, которая вставляет новый элемент в упорядоченный список. В принципе, функция должна в качестве аргументов получить новый вставляемый элемент типа А и список уже упорядоченный элементов типа А. И получает новый список на один элемент длиннее, вставив вот этот элемент на свое место. Я считаю, что элементы упорядочены в порядке возрастания в этом списке. Разумеется, для того, чтобы это можно было делать, элементы надо уметь сравнивать по значению. Выполнять там операцию меньше, больше. Поэтому тип должен принадлежать классу орд. Класс орд – это класс, который содержит все операции сравнения. Ну, а дальше определение на самом деле достаточно простое. Если у нас элемент вставляется в пустой список, то, понятное дело, получается список из одного элемента. Здесь использовано сокращение. По существу здесь два конструктора. Сначала создается пустой список, а потом к нему присоединяется новый элемент с помощью конструктора двоеточия. Получается список из одного элемента. Если же элемент вставляется в непустой список, то мы сравним его с первым элементом. Тут опять новая конструкция использована. Иногда в правой части мне нужны не только отдельные составляющие, вот этот аргумент элементы, такие как x и s, но и, например, весь аргумент целиком. Я могу всегда задать имя целиком образцу или любой его части. Для этого я пишу имя и вот символ этого коммерческого add. Теперь в правой части я могу использовать идентификатор list в качестве обозначения всего аргумента целиком и идентификаторы x и s в качестве обозначения отдельных частей, ну, в данном случае головы и хвоста этого аргумента. Да, я могу, если у меня очень сложный образец какой-то, состоящий из очень многих частей, я могу любые части внутри него обозначать какими-то своими идентификаторами и написать идентификатор, собака и вот этот кусочек. А потом еще где-то там идентификатор, собака и еще какой-то кусочек. И весь аргумент тоже могу как-то еще обозвать. Зачем это нужно? Если бы у меня такой возможности не было, то в правой части мне бы ничего не оставалось, кроме как заново создать тот же самый список из x и s. Если мне не хочется этого делать, то я использую вот этот идентификатор. Тем самым я не создаю ничего нового, а просто беру аргумент так, как он есть и весь целиком использую в правой части. Это некая экономия памяти, ну и, наверное, времени тоже, хотя тут, конечно, время уже совсем маленькое. Так вот, как я вставляю элемент в список? Ну вот я проверяю, если этот элемент меньше, чем самый первый, значит, я добавляю этот элемент в качестве первого элемента списка. И тогда мне вот этот исходный список разрушать не надо. Мне нужно просто добавить элемент к этому списку. Поэтому я использую здесь весь аргумент целиком, а не его части. И не собираю заново этот список из этих частей. В противном случае я вставляю элемент в хвост, а x у меня добавляется в начало. Здесь мне приходится уже разрушить список. То есть мне приходится при вставке вот этого элемента построить новый список и x добавить к нему. Здесь уже мне сохранить список не удается, поэтому я использую только части этого списка. Получается, что первый разданный список у нас полностью наносится? Полностью или почти полностью. Если, например, список уже был отсортированный, а я добавляю какой-то маленький элемент, то разрушится только первая часть. Та часть вот до места вставки. А весь хвост на самом деле останется неизменным. Ну и теперь уже сортировка, ну вот я назвал эту функцию bubble, хотя это не совсем сортировка пузырьком, это сортировка скорее простыми вставками. Функция bubble, которая сортирует список. Пустой список сортировать нечего, он и так отсортирован. А если список не пустой, то я рекурсивно сортирую хвост и вставляю первый элемент в уже отсортированный хвост. Типичная простенькая функция сортировки списка простыми вставками. Надо сказать, что довольно коротко записано. Наверное, на языке Java или C++ у вас получилось бы длиннее. Но все-таки Хаскел интересен отнюдь не такими функциями, а чуть более интересными, пока мы до них не добрались. Да, мы можем передать функцию меньше. И тем самым сортировать еще и не обязательно по порядку возрастания, а по любой функции. И это тоже будет выглядеть очень естественно и просто. В сигнатуре это будет функция от А и А, возвращающая булл. Давайте напишем. Так, по-моему, у меня где-то должен быть фломастер приличнее. А вот и нет. Должен, но его нет. Ну ладно, будем использовать неприличные фломастеры. Тут что-то тоже никаких хороших чистеньких фломастеров не видать. Ладно, будем использовать то, что есть. Еще один вариант напишем. Еще один вариант сортировки, где вместо стандартной функции меньше используется произвольная функция упорядочения. Тогда я описываю некоторую функцию insert, которая имеет следующий тип. У нее есть функция упорядочения, а функция упорядочивания это всего-навсего функция, которая имеет два аргумента одного и того же типа А и возвращает логический результат, булль. Кроме того, она имеет аргумент А и аргумент список из А и возвращает список из А. После этого я точно так же пишу эту функцию insert, только вместо меньше использую вот эту функцию. Все остальное точно так же. Конечно, если я вставляю некоторый элемент с произвольной функцией, но если я вставляю некий элемент в пустой список, то я получаю список из одного этого элемента. Дальше, если я вставляю с помощью функции f, с помощью функции упорядочения f элемент в непустой список, list, add, x, двоеточие, s, то если при этом f или m, x, ну это вместо элемент меньше x, то тогда элемент добавляется к list. В противном случае otherwise все точно так же, как и раньше. x добавляется к insert f элем s. ну вот, а сама функция bubble при этом никак не изменится. Ну только я insert ну да, ну нет, нет, да, ну дополнительный параметр тоже появится. Сортировка с помощью функции опять точно так же, но я буду передавать функцию вставки эту, эту функцию упорядочения. тогда, конечно, не обязательно использовать именно меньше, и тогда не обязательно, чтобы A принадлежала классу ORD. ну, можно посмотреть, как это работает. Ну, вот я здесь какую-то совсем старую версию Hugs для Windows использовал скриншот. Ну вот, действительно работает, действительно сортирует. эта программа у меня тоже есть, могу ее показать и вживую, как она работает. Ну, я не думаю, что это так уж интересно. Ну, вот взяли список, она сортируется. Как называется, я не знаю. Ну, вот. Теперь более сложная структура данных. Например, двоичное дерево. вот мы хотим определить что-то в таком роде. Двоичное дерево, в узлах которого находятся некоторые элементы, ну, скажем, символы. Ну, что ж, ничего сложного, точно так же, как со списками. Определяю тип данных три, параметризованный. Параметр – это тип, который определяет, вот, что находится в узлах дерева. Определим с помощью двух конструкторов. Дерево либо пустое, либо не пустое. Если дерево создается пустое, то будем использовать конструктор empty для этого. Я его здесь определяю, этот конструктор. Тем самым, если я теперь напишу empty, то это будет новое значение типа три от чего-то. Второй конструктор – конструктор node. Этот конструктор с тремя аргументами. Он использует два аргумента под дерево, левое и правое. И еще один аргумент типа А. Это то значение, которое находится в корне этого дерева. Значит, если я создаю непустой узел, я должен буду задать левое под дерево, значение, которое лежит в корне, и правое под дерево. Разумеется, как левое, так и правое под дерево могут быть, в свою очередь, либо пустыми созданными конструктором Empty, либо не пустыми, созданными конструктором Node. Например, вот то дерево, которое нарисовано у меня справа, создается с помощью вот такой довольно длинной конструкции. Это переменная MyTree, типа три из символов, из Kerr. Это не пустое дерево, поэтому на верхнем уровне конструктор Node. Левое под дерево тоже не пустое, тоже конструктор Node. В корне символ А, справа не пустое под дерево, вот это вот. Ну и так далее. Так же, как и со списками. Если мы строим, если мы перестраиваем дерево, например, что-то добавляем куда-то вниз, вниз в листья, мы должны будем перестроить значительную часть дерева. Ту часть, которую мы действительно затронули в этой перестройке. Если мы добавляем куда-то в корень новое значение, мы можем не трогать старое дерево, а ставить ссылку на него. Все как и в списках. Разумеется, если мы используем дерево в качестве под дерево другого дерева, то нам его перестраивать совсем не нужно. Никакие значения не меняются в Хаскеле и вообще в функциональных языках программирования. Никогда никакие значения не меняются. Это позволяет нам одно и то же значение использовать во многих местах, везде, где мы только хотим. Если некоторое значение входит в качестве составной части другого значения, то мы его не трогаем. Пусть себе входит. Его не нужно копировать. потому что оно никогда не изменится. Если что-то мы захотим изменить, мы вынуждены будем перестроить, построить новое дерево. А то, что уже один раз было создано, никогда не изменится. В этом и минус, в этом и плюс. Минус в том, что нам приходится постоянно резервировать новую память и создавать новые структуры данных. Плюс состоит в том, что никогда ничего не меняется и значит все можно обрабатывать параллельно и мы уверены, что все всегда будет хорошо. Давайте вычислим высоту дерева. Напишем функцию, которая вычисляет высоту дерева. Вот функция, которая получает дерево в качестве аргумента и возвращает целое число, тоже, конечно, коротенькое, в качестве результата. Пустое дерево имеет высоту ноль, не пустое дерево имеет высоту единица плюс максимум высот левого и правого под деревьев. Фактически написано просто определение, что называется высотой двоичного дерева. Эта функция работает. вычисляет высоту дерева. Я думаю, сомнений у вас эта функция не должна вызывать. Здесь все понятно, да, вот там образцы, как используются. Ну, опять же, здесь скриншот, вот это самое дерево было задано, и высота его оказалась равна трем. Сложная функция, которую используют и списки, и деревья. Есть такой метод сортировки, сортировка с помощью построения двоичного дерева поиска. Не очень популярный, прямо скажем, метод сортировки, но есть такой. В чем он состоит? Пусть у нас есть некоторый список, изначально не отсортированный. Мы берем по одному элементы и строим двоичное упорядоченное дерево поиска из этих элементов списка. По одному вставляя эти элементы в дерево. То есть, мы сначала берем один элемент списка, мы потом увидим, что удобнее получается брать элементы с конца списка. filthin например, и так далее. Шестерку добавляем на свое место, двойку на свое место, девятку на свое место. Ну тут у меня получилось очень хорошее такое ровненькое дерево, что, конечно, не всегда получается. Если удачно получается, сортировка работает быстро. Если неудачно, она будет работать медленно. Здесь дерево получилось хорошее. После этого мы должны пройти все узлы этого дерева слева направо в порядке возрастания, сделать обход этого дерева. И построить список, уже упорядоченный из элементов. Если все получается удачно, то на вставку каждого элемента из списка мы затратим не больше, чем логарифм n операций. Значит, на построение дерева уйдет порядка n логарифмов n. Ну а разглаживание дерева, вот это превращение его обратно в список, вообще делается за линейное время. Поэтому, если повезет, то сортировка будет работать с хорошей, скажем так, приличной скоростью n логарифмов m. В худшем случае, конечно, все получится гораздо хуже. Да, если наше дерево выродится в тот же список, все будет плохо. Да, не ухудшает ли асимптотику то, что мы каждый раз перестраиваем дерево? Мы перестраиваем всегда не целое дерево. Мы перестраиваем только ту часть, вдоль которой производится вставка. Ну вот, если, скажем, мы вставляли новый элемент 9 в это дерево, то мы идем по правой ветке. При этом левая часть не перестраивается. Вот мы ушли в правую часть от четверки, но при этом все левое под дерево, состоящее из единицы двойки, не перестраивается. То есть, на самом деле, в перестройке участвуют только те элементы, которые мы в этом дереве проходим. А их, вот в хорошем случае, тот же самый логарифм. Поэтому то, что мы получаем новое дерево, мы получаем не совсем новое дерево, а опять же дерево, в котором какие-то части остаются старыми, а какие-то части строятся заново. А если бы мы могли изменить это дерево, то это не было бы более красивым? Если бы мы могли изменять дерево, то в некотором смысле это было бы более эффективно, в том смысле, что это более эффективно по памяти. Мы не должны будем ничего строить заново. Мы просто что-то меняем. По времени это ровно то же самое. Мы должны пройти ровно тот же самый путь. Я назову операцию построения вот этого упорядоченного дерева build, операцию, наоборот, построения списка или обхода дерева, назову разглаживанием дерева, flatten. Сделать плоским дерево. Если эти операции определены, build и flatten, build из списка строит дерево, flatten обходит дерево, получая список, для построения важна упорядоченность элементов. При разглаживании, при обходе, на самом деле, мне уже не важно, какое дерево я получил, упорядоченное или неупорядоченное, обход слева направо все равно однозначно производится. Да в этом случае операция сортировки – это просто суперпозиция построения и разглаживания дерева. Ну вот, теперь мне достаточно определить функции построения дерева и разглаживания дерева, что на самом деле не очень сложно. Вот, собственно говоря, вся целиком программа, включая само определение дерева, определение всех функций, это полностью вся программа сортировки с помощью двоичного дерева. Построение дерева, build, из пустого списка строится пустое дерево. Если список не пустой, то первый элемент E вставляется в дерево, построенное из хвоста. Вот здесь видно, что сначала строится дерево из хвоста списка, а потом уже к этому построенному дереву добавляется новый элемент. Поэтому действительно дерево строится с конца списка. Вставка происходит примерно так же, как мы вставляли элемент в упорядоченный список, при сортировке простыми вставками. Если мы вставляем новый элемент в пустое дерево, то образуется дерево, содержащее единственный узел со значением E и двумя пустыми поддеревьями. Если мы вставляем элемент E в непустое дерево, то мы должны посмотреть, что содержится в корне этого непустого дерева, и сравнить. Если E меньше, чем N, то вставка производится в левое поддерево, и я строю новый узел из результата вставки E в левое поддерево, правое поддерево не трогаю, T2 остается на месте, но и корень тоже как бы остается на месте. На самом деле, все-таки он вставляется в новый узел, тот же самый корень. Ну и если E больше или равно N, или otherwise, то точно так же вставка производится в правое поддерево. До этого момента все было хорошо. А вот операция разглаживания у меня не очень эффективно написана. Дело в том, что вообще-то говоря, для того, чтобы обойти дерево, обойти дерево можно за линейное время, линейное относительно количество узлов в дереве. Однако вот эта моя операция делает это не так эффективно. Давайте посмотрим. Написана она весьма естественно. Если мы разглаживаем пустое дерево, то получается пустой список. Если мы разглаживаем не пустое дерево, то мы по отдельности разглаживаем левое поддерево и правое поддерево, а потом соединяем все это и еще включаем сюда узел N. И получаем такой общий список. Из элементов левого поддерево N и элементов правого поддерево. К сожалению, операция соединения списков плюс-плюс выполняется не за константу. Она разбирает заново весь свой левый оперант и собирает новый список. Операция плюс-плюс линейна по длине левого операнта. И это сразу же убивает всю нашу скорость, всю идею. Убивает, потому что эта сортировка становится сразу же квадратичной по скорости. Оказывается, разгладить дерево вот таким простым способом это не очень эффективно. Это не недостаток, разумеется, языка Haskell или функционального программирования вообще. Это недостаток этой конкретной программы. Конечно же, вы уже имея тот арсенал, который мы накопили к этому времени, можете написать на самом деле более эффективную функцию. Достаточно ввести накапливающий параметр. И тогда все можно сделать гораздо более аккуратно. Этот вариант наглядный, но неэффективный. Если мы проводим оптимизацию, то, как это часто бывает, функция становится несколько менее наглядной, но зато более быстроработающей. Такое случается. Оставим этот неэффективный вариант. Если хотите придумать более эффективный, то, уверяю вас, это несложно. Надо ввести дополнительный аргумент, и все у вас получится. Ну, программа тоже работает. Я думаю, нет смысла показывать. Она действительно в точности такая же, только что с комментариями. Вы можете ее скачать с сайта, и, в общем, там она есть. Это вы все увидите. Я не успеваю показать все слайды сегодня, какие есть. У меня осталось не так много времени, но что-то я еще успею показать. Да. Что-то, что-то, что-то. А, вот здесь вот. Да, в интерпретаторе можно задать, что он сообщает после выполнения вот этих действий, сколько он произвел действий и сколько потратил памяти. Действия, которые выполняются в процессе работы, называются редукциями по-русски. Ну, или редакшнс. Это на самом деле не уменьшение. Это редукции. Мы про это говорить будем. Это на самом деле основные действия. Это преобразование выражения. Когда вот я говорил, что мы переходим от одного выражения к другому, то говорят, что мы его редуцируем. То есть приводим вот к более короткому виду. У нас было сложное выражение, а мы его вычисляем. На самом деле такая редукция может привести не к уменьшению, а к увеличению выражения. И чаще всего так и происходит. Но все равно называется редукцией. 210 редакшнс – это 210 операций преобразования, которые были выполнены в процессе выполнения этой программы. Ну, селс – это ячейки памяти. Это сколько ячейок памяти было потрачено, заказано новых при выполнении этой программы. Ну, включая построение изначального списка, построение дерева там, ну и так далее. Одна ячейка – это один элементарный вот атом. Вот, наконец-то, наконец-то мы уходим в ту область функционального программирования, которая не очень хорошо охвачена традиционными языками. Функции высших порядков. Функции, которые получают функции в качестве аргументов, функции, которые возвращают функции в качестве результатов. А это, на самом деле, очень мощное средство программирования. И функциональные языки как раз работают с этим очень просто и легко. Пусть у нас есть простая функция возведения в квадрат. Это, конечно, не функция высших порядков, это просто такая вот обыкновенная, очень простенькая функция. Я хочу обработать список, применив эту функцию ко всем элементам списка. То есть, если у меня есть исходный список source, я хочу построить новый список из квадратов этих элементов. и получить список DEST вот такой. На самом деле, я хочу, чтобы подобное преобразование я мог бы сделать не только с возведением в квадрат, а вообще с произвольной операцией. Я хочу определить функцию, которая получает в качестве аргумента функцию, в данном случае SQR, и исходный список. И функция MAP, это функция высших порядков, у которой в качестве аргумента будет функция SQR и исходный список. И она применяет свой первый аргумент ко всем элементам второго аргумента и строит новый список. Как мне определить функцию MAP? На самом деле, что-то подобное я уже писал на доске немножко раньше, чем это нужно было бы. Здесь в качестве аргумента первого функция, функция преобразования, которая из одного интеджера получает другой интеджер. В качестве второго аргумента список, в качестве результата список. Как такую функцию написать? Ну вот у нее два аргумента. Если список пустой, то неважно какая функция, все равно результатом тоже будет пустой список. Если исходный список не пустой, тогда применяем функцию F к аргументу X, получаем новый элемент, преобразованный, так сказать. Потом рекурсивно применяем MAP с этой же самой функцией к хвосту списка. Это рекурсия. И собираем все. Получается новый список. Функция MAP – это очень полезная функция. Она, естественно, тоже определена как стандартная. Эта функция определена в стандартной библиотеке Haskell, будем говорить. Ее переопределять вам не нужно. И более того, на самом деле, опять же, реализована она более эффективно фактически, чем так, как написано. Она не делает вот этих рекурсивных вызовов. Она параллельно ко всем элементам списка пытается применить одну и ту же функцию и построить из них новый список из полученных результатов. Ну, по крайней мере, если это возможно. Ну, логически, это функция, которая работает вот таким образом. Обратите внимание, что здесь я ее описал как функция, которая получает список из целых, возвращает список из целых, и, соответственно, та функция, которая применяется каждому элементу, это тоже функция из целого в целые. Но на самом деле, в самом определении ничего не говорится о типах элементов. Поэтому, на самом-то деле, можно было бы определить эту функцию точно так же, гораздо более общим образом. Она получает список из элементов типа А и вырабатывает список из элементов типа Б с помощью функции, преобразующей А в Б. Любые идентификаторы. Да, любые идентификаторы, конечно. Лишь бы они начинались с маленькой буквы. Если с маленькой буквы начинается, значит, это переменная. Раз в типах, значит, это переменная типа. Ну вот, я могу таким образом созданную функцию, ну или стандартную функцию MAP действительно применить. В качестве первого аргумента я могу задать функцию, ну, например, SQR. В качестве второго аргумента какой-то список. И в результате получается список квадратов. Неудивительно, что все это работает. Ну, умножения нет, потому что здесь требуется функция с одним аргументом и одним результатом. А умножение – бинарная функция. Но теоретически любую функцию, в том числе стандартную операцию, да. Ну, например, NOT – стандартная операция, которая там труб превращает в фолсы наоборот. Если у вас список из логических, то можете написать MAP NOT – список, и вы получите список инвертированный. Лямбда-выражение. Вообще, понятие лямбда-выражение идет из 30-х годов, когда Чорч создал лямбда-исчисление. Лямбда-исчисление, мы к нему еще вернемся. И рассмотрим его поподробнее. Это такая теоретическая база функционального программирования и функциональных языков. И мы будем использовать это лямбда-исчисление достаточно интенсивно, когда вот закончим с Хаскелом. В Хаскеле под лямбда-выражением, ну, как, впрочем, и в лямбда-исчислении Чорча, понимается безымянная функция. Функция, у которой заданы аргументы, задано тело, но нету имени. Конечно, я могу имя присвоить, вот как здесь. Вот здесь вот на Хаскеле я написал, SQR есть, и дальше лямбда-выражение. Но само вот это лямбда-выражение представляет собой безымянную функцию. Вот эта обратная косая черта, это такая стилизованная буква лямбда, на самом деле. Потому что в исходном лямбда-исчислении Чорча именно вот так функции записывались. Лямбда-переменная, точка, и затем тело функции, в котором используется вот эта вот переменная. В данном случае это функция возведения в квадрат. Ну, в лямбда-исчислении там префиксная запись, поэтому умножить х на х. В Хаскеле инфиксная запись используется, поэтому в качестве тела вот здесь вот х умножить на х. Все это вместе это лямбда-выражение, которое представляет собой функцию возведения в квадрат. Ну, и я все-таки дал ему имя SQR, потому что это все-таки возведение в квадрат. Так что я могу определить SQR так, как это было на прошлом слайде, с помощью уравнения. А могу задать ту же самую функцию SQR с помощью лямбда-выражения. Как мы можем вообще, вообще, как можно задать здесь вот типы аргументов? Ну, в данном-то случае, если я имя задал, я могу написать выше, что SQR это все-таки функция, которая там из интеджера в интеджер и так далее. Вообще, любое лямбда-выражение – это функциональное выражение, которое, вообще говоря, имеет свой тип. Этот тип компилятор может вывести по умолчанию. Если вы просто используете это выражение и никак не задаете его тип. С другой стороны, вы можете задать тип лямбда-выражения, точно так же, как обычно, указав его тип. Ну, вот здесь я не знаю, как его указать, в том смысле, что прямо так вот написать вместе и лямбда-выражение, и его тип, я не знаю, как. Но в тех местах, где вы используете лямбда-выражение, вы всегда можете задать, какого типа это лямбда-выражение должно быть. Если вы этого не указали, то компилятор выведет этот тип. Впрочем, как и для всех других. Ну, вот в данном случае вы можете использовать это лямбда-выражение и без всякого имени. Например, в вызове MAP вы можете в качестве первого параметра указать просто лямбда-выражение. Поскольку исходный список составлен из целых чисел, то компилятор поймет, что выведет, что типом этого лямбда-выражения является тип функции с аргументом целым числом, совпадающим вот с этим. Либо integer, либо int, это опять же зависит от того, насколько глубоко дальше придется анализировать эти типы, эти типы компилятору. Ну, результат, соответственно, тоже понятно какой. Если вы целое умножите на целое, получите целое. То есть в данном случае компилятор сам выведет тип этой функции, которую вы используете. Указывать ее здесь, наверное, не обязательно, указывать тип этой функции. Во всяком случае, я не знаю, как это сделать. Вот. Это лямбда-выражение. Опять факториал. Здесь я задаю ту же самую функцию факториал, но уже с помощью лямбда-выражения. Я говорю, факториал есть функция от n, которая работает следующим образом. Дальше мне бы надо задать два разных уравнения, два разных образца. В лямбда-выражении для того, чтобы задать два разных образца, надо их объединить в одну конструкцию. Телом этого лямбда-выражения является, вот в данном случае, новая конструкция кейс. Кейс – это конструкция, предназначенная для того, чтобы объединить несколько уравнений в одно выражение. Мы задаем некоторые выражения n, здесь вот, после слова кейс. И это как бы тот аргумент, который мы должны будем сравнивать с образцами, сопоставлять с образцами. После этого записываются, так же как и в уравнениях функций, образец и правая часть, образец и правая часть. Только здесь образец и правая часть отделяются не символом равенства, а символом стрелочки. Ну а так здесь все работает точно так же. Просто другой синтаксис. Более того, на самом деле, можно считать, что то, что у нас было раньше, уравнение, на самом деле является тоже некоторым сокращением, синтаксическим сахаром для более полной конструкции. Фактически функция определяется всегда одним выражением, только это выражение может быть вот таким вот кейзом, где встречаются несколько уравнений, где встречаются несколько образцов. Так что кейз – это на самом деле более общая конструкция, чем отдельные уравнения для функции. Ну понятно, что мы можем, например, этот вот таким образом определенный факториал тоже использовать, например, в функции мэп для того, чтобы построить список из факториалов его элементов. Ну вот как здесь. И обычный факториал можем точно так же, конечно же. Ну, здесь я могу еще просто вместо самого факториала просто вот само это лямбда-выражение целиком взять сюда, переписать в качестве аргумента. Нет, здесь, конечно, принципиальная равенность никакой нет. Любую функцию, хоть с именем, хоть безымянную, хоть в виде лямбда-выражения, в каком угодно виде. Вот таким образом функции передаются в качестве аргумента. Что у меня со временем? Со временем у меня совсем плохо. Поэтому домашние задания.